здорово бойцы на связи лизяра итак очередная редкая карта цех состава вы видите за юта англосаксов потому что они прекрасны особенно если взять вначале пулемет брен на самом деле не совсем при приятный такой пулемет но я все равно возьму так значит ну по поводу команд не могу ничего внятного сказать не совсем я знаю кто как играет скажу наверно не буду ставить никого сюда так автоматчик мне нужно сюда поставить хотя бы одного стрелка отсюда так ну и все судя потому что здесь что-то ломается что-то надвигается надвигаются ветеринар восточного фронта ой ого я давно не воевал против ветеринаров восточного фронта растворяем друг друга ухушите любезности так у меня там мой пулеметчик на дереве какое-то время он поддержится наверное наверное слушать нет поджимает пусть он слазит наверно так ну и немножко лагает вот мне не нравится взорвись чертов ветеринар прям под гранату красавчик так ну и все такую небольшую импровизированную атаку я отбил вроде бы я не знаю куда пулеметчика поставить я его вообще наверно вот сюда поставили пусть он у меня здесь будет кто-то лагает а ну понятно пинг у товарища скорее всего китайца опять эти китайцы застарают так я возьму наверно 5 сразу же потому что не хочу потом страдать от какого-нибудь неожиданно заехавшего танка союзник справляется аналогично бросает гранату он играет против уже обычных настоящих арийцев так ну вот этот вот мг-42 мне вот прям вообще не нравится этого гада довольно сложно перестрелять у него там обоим это будет здоров лечить пока что так где 5 0 лаги не очень приятно ты у меня вот здесь сейчас пройдешь еще пытаюсь понять что делает мой оппонент он часто дымовые шашки бросает или что да я сам не знаю что делать так 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 ну ладно пока так пойдет в принципе ничего прям сверхъестественного или там мою или вражескую пользу не идет пулемет вот единственная такая серьезная угроза этого пулеметчика я не знаю что с ним делать он как-то рубит моих так я брэн вот начал попадать повеселее стал так ладно взяли они троечку это вот нехорошо знает она что она способна ну типа я могу как-нибудь попробовать проползти пиатом пиатом реально сделать маш бросок до взорвать если там конечно никого не будет ну просто нужно короче удачный момент с этим уже проблема рейнджеры здесь вовсе уже летают я играю совместно с американцем закидываю пытаюсь сделки встал же так пиатчик пока ныряй сюда здесь кстати неплохая такая позиция для пиата он довольно долго может здесь продержаться так 5 5 5 всех по пятерочке ладно вровень идем это значит что все только-только начинается так пора уже задумываться по поводу бронетехники я бы мочку взял такая самая надежная тема наверное мочку даже не буду я валькой обойдусь валья наше все емаи а ну хотя не нормально нормально как раз оствинт какой такой серьезной угрозы не представляет для вальки как и валька для оствинта так чисто не подпускать на ближнюю дистанцию да и все будет в ажуре я так понимаю в лоб валя тоже не пробьет главное просто башню выбить да и все елки ну как же лагает кто ж меня на трак будет ставить так ладно чисто буду надеяться что дальше он не поедет вот что было так а что если рубануть троечку да под калибером а ну 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 господи ну сейчас бронебойщик меня вырубит да они уже вон там бегают вовсю ну я хочу просто подбить но сейчас алчность моя как злую шутень-то сыграет со мной а он вон вон но он промажет я не верю что панцер фауст может попасть он даже не добежал ну лагает все просто пожуть ладно е-мое ну все доигрался теперь не уеду ладно какое-то время валька будет здесь как щит работать они к флагу не проползут теперь моя задача максимум выжать из этой валюши ее у нас переворачивают бронебойные снаряды безотказные пятчик мой вылез только его спрятать по-доброму так троечку наверное бесполезно бить хотя может быть кстати и пробьется 30 миллиметров не вряд ли великовато дистанция там в лбу 50 миллиметров это просто трата времени ты давай-ка вот так сюда проползи чтоб я видел каком-нибудь морда с паустом сюда не проползла хорошо что я играю против ветеранов восточного фронта отойди потому что у них бронебойщиков нет и единственное можно бояться только танков но танк вряд ли они пока что возьмут пока что время на нашей стороне мы этим и выигрываем я просто расстреливаю бронебойный снаряд я кстати мог бы уже давно уехать отсюда наверное не стал этого делать этому бы хоть башню свернуть если уеду отсюда вообще будет прелесть долбаные китайцы из-за них все лаги да почему мои танкисты не могут догадаться чинить тыловой часть танка с кормовой точнее ну хотя бы здесь хотя я даже больше удивлен почему враг не может догадаться взять бронебойщиков веселая тактика так вот они бронебойщики но это панцерфаусты никчемные так а вот он хедзер да я хедзера я ожидал от ветерана ветерана восточного фронта так ну если я сейчас не починюсь причем срочно я наверное потерял вальк а он меня так просто пробил кстати я починил садись быстрее танкист залазь нет все все пристрелялся гаденыш ты такие лады чего дальше чем отсюда смогу своровать вот так потрош для пулемета так ну что теперь делать вот собственно господи а то я сейчас страдать буду на самом деле а можно взять черчилля кстати да да отличная идея вот этот черчилль четвертый который он недоступен если вы играете в не соревновательном режиме превосходный танк ну просто практически без недостатков только мне надо было наверное его сразу брать я просто не знал что у нас такое такой режим включен сейчас так ну это бесполезно опять таки там нужно 80 миллиметров бронепробития чтобы хоть какой-то урон нанести остринду ну ладно хотя бы теперь я буду пробивать его башню черчилль сейчас будет здесь просто как настоящий скала джонс чуть не сказал шкала джонс а этот опять начинает по мне вести обстрел из бронебойных снарядов но уже пугается кстати понимает что черчилль уже угроза посерьезнее стоп там же хедзер что-то я забыл про него да вот он хедзер как и про хедзера забыл блин на тракт меня он запросто поставит может быть не пробьет теперь так уверенно но все же ладно пока здесь буду просто ошиваться может быть когда-нибудь мой час настанет мой союзник здесь воюет за центр я его наверное поддержу огнеметчиком чем же я еще могу поддержать так ополченцев тоже наверное возьму позакрывая бреши ну мне вот троечка там не нравится очень сильно не нравится ребятки давайте пора воевать зачем берлена ну вот да на траке он меня будет держать довольно таки часто огнеметчики пошли в дело а был огнемет сразу отдавать этому какому-нибудь элитному пацану все горят гренадеры убегай убегай еще к нему уже стреляют ну ладно так вот буду помогать поджаривать изредка противника встаем на позиции веду короче самую настоящую позиционную войну да они просто нас такими дальними выстрелами пытаются выкурить нанести какой-то вред нашей пехоте ну мы крепко вроде закрепились черчилль именно как отвлекающий маневр очень даже неплохой получи порцию пламен пламенного привета господа арийцы британский огнеметчик и то больше арийский чем арийц смотрим дальше хедзер делает то же самое противник уже в недоумении как так британцы больше арийский чем арийц очень нереально один он ну судя по хедзеру я бы не сказал что он прям один честно говоря я не знаю защитные возможности данного танка я что-то думаю что я сейчас просто огребу от хедзера не я не поеду наверное в дуэльку с ним тягаться я не знаю на что способен мой танк может быть может он пробить еще и лагает зачем брать вообще такого о пробил бронебойный снаряд из 73 миллиметра хорошо просто прекрасно ставлю на трачок нлд понимаете у хедзера ну нижняя лобовая деталь в смысле нижняя лист дна вот вы извили если его спрятать то хедзер даже тигра выдерживает ну это чисто так тестировал даже по-моему пантеру хотя нет пантеру пробивает тигра отбивает но у меня вот эти вот лаги уже просто зачертели что здесь тишина 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 этот руки опустил хотя вначале он меня неплохо давил я не знаю что он остановился может быть он ждет чего-то боится о кстати можно такую дистанцию пробить пробитие еще разочек туда же сейчас исчезнет нет я просто пойду в лоб он тоже поехал в лоб походу это слив они сами поставили не соревновательный режим чтобы я мог взять вот такой вот танк ну черчилль четвертый это имба я говорил об этом ну на начальном этапе скорее имба на последнем уже не такая уж так радика взяли ожидаемо более того я его вижу жалко что а я его пристрелил радик радик остался минимум один залп это уже не так страшно самое мне кажется ловкое убийство радиста ну и что что выдумывают 150 очков еще выдумать можно много чего если они сейчас руки опустят я ну не я мы с союзником играем на их условиях то есть здесь явно не такие уж стандартные настройки союзник у меня мощнее мощнее может быть его там просто выходит кос и сразу как все прекрасно стало и никаких лагов не берите друзья не берите каких-нибудь китайцев из-за них потом страдать будете вот так бы играли спокойно если бы он взял чего-нибудь помощнее но получилось как всегда после пробивания нет это очень мощный танк просто прекрасно сейчас я не знаю что мне делать бой вроде бы как по мне были интересные моменты я вам показал способности данного танка особенно против ветеринаров восточного фронта но он очень скоротечный мне опять напишут что хорош выставлять такие сражения короче не знаю ну отправлен наверное в резерв как обычно если нечего будет выставить выставлю уже заранее морально приготовлюсь к различного рода комментариям комментировать здесь уже нечего ладно это понятно что победа на всякий случай попрощаюсь связь был флэс счет на данный момент можете увидеть сами но я думаю что здесь нет смысла продолжать потому что я сейчас выйду скорее всего потому что почему ну у меня очков еще ну просто сами видите я могу скоро уже взять центуриона даже если он там королевского тигра возьмет ему никак не поможет мы здесь в любом случае сможем его обойти у меня еще 10 списочков ему хоть что здесь взять хоть кроме хоть радиста ну просто ну в общем вы поняли я думаю что сомнений здесь нет никаких побед я с вами еще не прощаюсь потому что на мою удачу попался ну практически такой же бой то же направление та же нация тот же бренд британский играем против каких-то двух мужиков с барменом сейчас как по стаканчику то раздадим нальем так не знаю на этот раз пулемет поставлю поумнее немножко вот сюда поставлю автоматчик вот сюда даже еще один логучий партизан ну просто все то же самое я как будто в том же самом сражении от вас никуда не уходил красоте лагать немножко будет у вас конечно может быть на видео это будет немножко поплавнее потому что все-таки вы смотрите 60 фпс никогда не забывайте про флаги так гренадеры что-то бегают по-моему от не от прямого управления а просто сами от компьютера здесь мастранные гренадеры такие гренадеры обычно получают наголову противотанковую гранату и опять кстати счет нестандартный все нестандартно эти близко поставили брустер прям как я и хотел нет брустер брустер король британии хочет брустеры так атакуют кузовиками на пулеметы бог в помощь а нет интересный метод ведения войны скажем так мягко меня здесь потихонечку прессингуют е-мое ну как так куда что-то закинул теперь король будет недоволен его солдаты погибли до брустера так не надо так чтобы сделать против вот эти а что здесь сделать огнемет да в бой у меня уже начали здесь прессинговать так гренадера там подстрелил этот у меня бежит сюда лечится я ему сейчас отдам огнеметчика раз уж бои те же самые так пусть будем воевать теми же юнитами у меня только пято здесь нет гранату я кидаю просто как мастер их они не дают мне брустера возвести да что за нелюди так где вот давай так это вутиль 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 а это на родину бери каску потому что каска круче зачем кстати винтовку выкинул не знаю потому что так надо так ты у меня без гранат без ничего иди бей лаками бей конечно же нэ нэ слушайте ну тут действительно неплохой размер лучший огнеметчик войны да елки да ежики эх ну кто же знал что там этот чертов мг-42 он наливает еще крепче чем 34 короче потерял я огнеметчика причем абсолютно бездарно так вальк то же самое вперед в бой потому что не потому что я дублирую свои действия а из-за того что она зайдет просто идеально бронебойными то снарядами кстати составы то даже те же самые только в этот раз я играю не против ветеранов восточного фронта а против обычных корейцев мне так решили условия создать чтобы я мог опробовать на себе всех немцев ну бронебойная метода ни разу ни разу меня не подводила че это друг косячи начала еще ни разу не попал о начинается пауза побежал так лады в принципе ничего такого полезного с этого направления я уже не выиграю о немечки ответные пошли просто беру сюда ополченцев сейчас они позакидывают противника да попади ты уже хоть вот так извини братюнь что задавило какие-то дети орут сверху надоели уже здравствуйте ребят пришли чисто побычиться побыковать ну что за почему в том бою бронебойные снаряды работали а сейчас прям отказываются много да это называется чей пехотинец умнее но судя по тому что вражеский промазал в упор элитная пехота она на то и элитная вообще просто не попадает а может быть оно и правильно так ну довольно низкий шанс прострела я весьма оправедчиво стреляю это за мои брустеры так все хватит 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 а классно здесь тоже можно взять Черчилль четвертая модификация недалеко ушли так а чем можно подсобить то интересно ну ладно я возьму даймлера я пока не знаю кого именно я буду истреблять здесь хедзер господи вы что прикалываетесь что ли почему одно и то же все только в этот раз надо было тоже Черчилля брать эх нет хедзер меня уничтожит так стоп 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 натрак натрачок натрачинский поставить и все и ты домашний не я домашний ладно поехали может быть удаст развести что не проезжает я тут думал заборы ломаются так поехали можно объехать с этой стороны просто надо вот стрелок да елки полки конечно меня будут а ну да я просто забыл что там в шерму я думал какой-то тоже легкий танк ладно справедливо ну что я все потерял хедзер мне нужен черчилд и кстати я бы его уже бы взял если бы не моя вот эта вот оплошность с абсолютно ненужным даймлером потерплю елки из-за лагов гранаты не бросаются вовремя вот сейчас я просто так флаг потерял хотя не должен да ел мое теперь еще и дерево начинается ладно подожду чего-нибудь время все равно на моей стороне у них там вон все печально я я просто ничего сейчас не могу сделать из хедзера надо ждать черчилля да закидывай закидывай мою дешевую пехоту ты ты определенно получаешь с этого огромный профит сейчас анзаков тогда отправлю помимо всего прочего просто стал как вкопанный как ни в чем не бывало развернулся все дубляж бой на дерево запихнул тут прям какое-то массированное давление нещадное так все вроде деру дал я бы тоже испугался ну бронебойки вообще не попадают о наконец так едет едет ладно ребятки пора показать мощь британцев какого черта фугас зарядил о кошмар пожалуйста очнись есть есть слава богу теперь чуть было из-за игровой оплошности плохо не стало ну ладно все хедзер уничтожен теперь можно восстанавливать свое положение но ну вот этот прям не хочет погибать так вы давайте сюда дуйте стрелки сюда да зипа мне здесь действительно неплохо помог давай-ка теперь ты на центр танкисты вы ребята сюда ну прям все как по нот так 34 черчилль против 34 погнали хотя я даже не знаю может быть 34 будет и прочнее чем хедзер если мы не учитываем наклоны хотя вот это 2 фунтовка или кто-то нет кошмар из-за значка чуть было не сплоховал подкалибр не пробивает да вот я про это же то есть из-за наклонов-то там рани чуть побольше ну а теперь вообще у меня все печально что за ем так ну здесь уже можно не бояться я их не пропущу печально печальненько ну что-то мне чувствуется этот бой еще затянется хотя не факт потому что здесь уже ресурсы очевидно заканчиваются гренадеры то что все заканчивается по очкам что по очкам я самый унылый ничего удивительного еще один ширман вот этого избавляемся как вы удачно прибежали вот как раз тройняшки бренденбурж молодцы красавцы там еще один кандидат ну вот как понять как ориентироваться по такому вот я кометку потому что это дело принципа сейчас использовать комету хоть немножко так сказать отомстить больше всего меня удивляла комета тем что какой черт у нее такой быстрый задний ход в реальности она так быстро не ездила задом да елки полки ну еще скажешь что уедешь да и это просто какой-то издев опять издев унижения ну комета ну ты же центурион на самом это деле да ладно я против тебя больше не играю я не знаю что это за мэйджик всю жизнь всю жизнь я брал фаерфлая вот что значит изменять своим принципам понимаете прости меня фаерфлай мне нужно было быть верным тебе так меня здесь обложили прям таки со всех сторон этот все пытается меня давить в одиночку я даже думал убьет его в смысле моего классно его не взяла противотанковая граната в самый ответственный момент ныряю так ладно проедусь немножко пулеметчиком просто пулеметчиком меня разрывает и опять спрятался да что с ним такое здравствуйте даймер на связи еще разочек сюда же так опять по мою душу приехали на этой 34 все я к ней не лезу ну-ка и один лишь даймер мне помогает только я по свои вот проехался прям как по нотам но только эти ноты не совсем правильные ну ладно а не взять ли мне сапера спецназовцев сейчас возьму еще потому что там явно опять очередная атака против меня готовится ну до конца до конца не бойся стреляй молодец так и надо было с самого начала все британские спецназовцы пошли в бой отбивать очередную атаку здесь вставай саперный черч бога ради не стреляй а то еще своих погубишь не а свг пошла в бой та еще тема так наверное я вот это все разношу здесь потому что уже не нужно да куда ж на улетел отскочил да ел ну хотя ладно мне более чем нравится результат так ты красавец нужен мне потому что мои пулеметчики почему-то страдают против вражеских пулеметчиков ну сейчас я думаю все наладится я серьезно я убил лишь одного двоих и то не элитных что за чертовщина мне уж кажется мне пора смириться потому что вот эти пулеметчики меня просто жарят и бессчадно там 34 FG-42 по-моему еще MG-42 ну просто вся арийская свора ну куда-то кинешь да отлично подстрелил хотя ладно может быть пулеметчик мне подстрелил есть сдерживаемся так стоп такие вот укрепления хотя ладно мне здесь гораздо важнее вот этих уничтожить SVG взорвало SVG разделяет твою боль парашютисты улетают так на позиции встают остатки спецназовцев ну что ж пулеметчика еще сюда не хватает и парочку ополчинцев так 105 миллиметровый ширма куда бы дальше что ударить можно разобраться ага тигр ветеран если он не догадается уничтожить вот эти вот укрепления то его может даже сильно не бояться главное что он назад сейчас не поехал но он попятился назад нет слишком уж низкая дистанция ну упор я туда не полезу это смертный приговор ладно так чисто попугая так же не хочется на тебя снаряд тратить придется иначе бы меня сейчас просто с двух сторон начали бы разводить ладно я понимаю что этот бой уже не такой уж и принужденный точнее не принужденный потому что потихонечку зажигает с новыми красками противник укрепился и теперь мне здесь уже на позитивных нотах комментировать особо и нечего надо уже посерьезнее к нему отнестись я-то думал просто развлекуха судя по тому как давил мой союзник о класс мне еще эта тема подъехала ну просто просто здравствуйте вай вай так отлично шерман его расщелкал ну все еще попытки меня проатаковать они починили тридцать четверочку ты кидай гранату отсюда ты обороняйся защищайся плохо что они тридцать четверку починили очень плохо я уже понял так а я здесь воюю в чистом поле выбор сапера крайне неверный выбор так здесь они так себе погибают просто у меня здесь вообще пехоты не осталось так спецназовцы в бой сейчас опять же обходить здесь будут да вот проблема вот этого вот черчилля в том надо было по тигру стрелять так вот моя башня свернул но этого мало еще тигр остался сейчас будет простреливать через вот эти вот да да догадался черт хватило ж ума но теперь только как-то как-то я не знаю вот че он здесь валяется не очень конечно хорошо давить же сейчас буду уйди ладно немножко ремни есть тигра бы уничтожить и поспокойнее будет а то какая-то реально суета уже так прежде что если кто-нибудь здесь никого здесь не было мне это нравится здесь уже полно полно гренадеров различных ложись и не пались хорошо не пропускай все плакать сбиваю нормуль нормуль так огнеметчик там делает свои дела твою тигр 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 как пехоты много как пулеметчиков много чё ж так все вдруг внезапно в какой бы сетевой игре не играл полюбили этих долбанных пулеметчиков все догадался вот вот нет 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 так точно нельзя отвали ты от меня тигра не видно да это было наверное не совсем рационально просто я почему-то думал что там пехотки побольше стоит это был выстрел из фауст ладно хорошо что они элитную пехоту сливают нехорошо что я не могу вот это направление взять ну наверное из-за пулеметчиков как раз таки потому что их там просто до жути здесь у меня пятна всякий пожарный стоит да и меня здесь тигр наверное разрывает ну и конечно же вот эти пулеметы господи их там так много что не 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 я здесь никогда в жизни не пройдусь мг-40 ну там как минимум три пулемета надо что-то срочно с этим делать так что-то повыстрел тигр тигр сильно мешает мы не можем использовать какие-нибудь противопехотные танки здесь черт возьми есть реальная возможность проиграть слитцеб даже сказал я не понимаю немножко по технике у моего союзника он возможно он копит просто на а нет он не может взять супер першинга так это опять за старое ладно рискну тигр готов ну и моя тема тоже готова аж пулеметчиков используют на елке а я не могу пехота пошла в бой ладно крусайдер тоже пошел в бой убили моего сапера но это был ну такой неплохой размен потому что подбить сапера тигр довольно непростая задача хочется мне отметить главное что не танков сейчас опять каких-нибудь не взяли мне просто надо разобраться с этой пехотой которая меня донимает уже весь бой а я же все юниты солил по абсолютно тупому я не думал что все так затянется по серьезному теперь приходится как-то свои ошибки потихонечку расчищать ликвидировать реабилитировать так господи ну вот вот оно вот оно этого я не ожидал рейнджеры опять какие-то валяются здесь вот это вообще не кстати против пантерки что здесь делать я особо представления никаких не имею это уже становится реально все страшнее и страшнее так ладно не паникуем все четенько мой союзник тоже похоже там воспрял духом начал продвигаться к центральной позиции ты чинись причем срочно чинись так я даже пулеметчиков толком не покоцал то есть там та свора все еще там и остается все стоит здесь пулеметчики напозит хоть снайпер елки полки бери моего союзника жарят огнеметом давай давай надо этих расстрелять все ложись неплохо я даже не знаю как теперь объединять эти два боя потому что уж больно они разные какие-то прям никак не объединишь толком ну почему почему не взрываются просто так пулемет сейчас потерял так слушайте если сейчас союзник не будет действовать на центре у нас ничего толком не получится вся беда то у меня здесь так есть идейка придется ага отличная идейка просто гениальная все жопа вот теперь с этого момента жопа начинается я не знаю что делать у меня здесь пантерка стоит елки-палки так ладно давайте попробуем лучше с этой стороны попробовать посмотреть что вообще из-за чего мой союзник не может взять центр так у меня еще 5 здесь один у меня там толпа пулеметчиков я не пройду здесь это невозможно просто сюда ну все все мы посыпались мы просто посыпались трансляцию кто-то хочет посмотреть да отвалите вы а ну кажется теперь я вижу фокус фокус парни фокус на ну елки центр то взять можно было Никаких у меня идей, что делать против пантеры Стоится надеяться на Удачного бронебойщика Но это Играет-то по-глупому, если честно Так, все, пантерка уезжает отсюда Может быть, что-нибудь да выйдет Господи, как тебя убрать? Почему так не вовремя-то все это? Не знаю, как убрать его Все убрал Назад Ладно, рискнул Нет, только не Фауст Долбаные Фаусты, а Долбаные Фаусты Так, пулеметы Хоть какие-нибудь пулеметы Кстати, здесь хорошая позиция для пулеметчика Не, я не знаю Я не знаю, как выгодить это сражение Просто у меня паника уже начинается Долбаная пантера Вот остались же очки Если бы я не сливал очки в начале боя Вот эти пулеметчики Это просто нечего Нечего у них Еще из-за Господи Ну вы поняли Мое состояние При таком состоянии Комментить просто нереально Я надеюсь на то, что этот Творюга попадет Но он даже не попал Нет, нет, дружище О, Джамбо Ну, кстати, Джамбо Как вариант Только Проблема в том, что у меня все равно Очков не остается Ммм, как же Как же протянуть Че ты мне маякуешь Ты же сам просто кинь туда пехотинцы Ну, это не так сложно Огнеметы Огнеметы, пулеметы Все-все-все Ну, это че делают Они даже забирают уже здесь И опять ПТ-гранаты Ни хрена не наносят Никакого урона Так, ну, кстати Вот эта, возможно, помощь Себя неплохо оправдает Но пантерка не щадит Просто нещадно А, Джамбо все уничтожен Нет, это была наша последняя Надежда И зажарили Вот так вот Но уже не вытянем Мы не пробьемся через пантеру Продолжение следует... Даже не взрывая Она даже не взорвалась Она просто приклеилась Разносность Просто раскидывают здесь Ой, мать Ладно Здесь уже ничего не сделаешь Я просто попытаюсь оправдаться Я не ожидал Я просто не ожидал Первый бой налегке Второй точно так же Я думал Ну, начиналось все точно так же Те же танки Те же нации Я психологически себя настроил На то, что я совмещу Два простейших боя Где-то на 30 минут И все Я не ожидал, что такое Будет Здесь Мой союзник Ну, просто идеально Давил, давил И на тебе Посыпался По поводу танков Я здесь вообще немножко не понял То есть у нас не было Никакой кооперации По поводу юнитов Я ни в коем случае Его не обвиняю Он здесь сыграл гораздо лучше, чем я Я здесь Ну, просто Я не ожидал Просто Единственное мое оправдание Это неожиданность Вот и все Фух Ладно Пойду пить валерьянку Думайте По поводу этого боя Уж сами На связи был Флэс Конец связи Ну, это прям пятно Самое настоящее Мокрое пятно Я уж теперь даже не знаю Как подняться После такого Не